Доминик Филидор, он еще был до стейниса, то есть он был еще до своих чемпионов мира и назывался некороновым королем. Были еще в 17 веке, не было звания чемпиона мира. Чемпион мира, как мы помним, появился только в 1866 году стейнис стал. А до этого шахматы играли и были такие некороновые короли. То есть как бы, ну человек, который всех обыгрывал, но он не играл официально из никаких турниров. Вот их было несколько человек. Один из них Филидор, он считался некороновым королем. У него был такой известный афоризм, он говорит, что пешка душа шахмат. Ну, кажется, что там финиш, а нет, он важнее. Но он говорит, что пешка душа шахмат. Ну, много примеров, когда действительно пешка решает не меньше, чем фигуры. И вот один следующий эпизод, как раз партия, я думаю, придумана. Хотя и сюда приписывается, что ее играли Кюот, некий там, и Файзинг Бауэр. Игралась в 1950 году, больше, чем полвека назад. И что мне интересно, что Белые сделали, играли только пешками, выиграли в 10 годах. Если вы посмотрите, где читали, что у нас собирают цепель. Какой цепель? Какой цепель? Какой цепель? Полоткрытый. Полоткрытый. А название какое? Цепель? А цепельская защита? Защита ухань открытый. Цепельская защита? Не, не везероган. Везероган. Когда человеку поздравил на 4, а через А. Значит, 3-5 не более через Веган. Это цепельская защита. Это цепельская защита, за 9 полузакрытая, потому что на Е4 еще мы не сыграли Е5, а по 65, на 6 цепельская защита. Ну, белые сделали такой азартный ход, сделали В4, пожертвовали пешку, но тем не менее он оправдался. В В4 черные побили пешку, белые сыграли А3ВИ, ну, задача у них простая, они жертвуют пешку, но за доли центральной пешки в центре остались, и в центре будет очень сильное давление. Белые поэтому черные стали, эта пешка есть, а сыграли конь С6. Конь С6. Последовало АБ. Ну, возможно, было, стоило сейчас съесть пешку на В4, и получить верхнюю пешку, но все равно обезут бой в центре, они решили вывести второго коня, и сыграли конь С6. Теперь белые прогнали этого коня на первой планке, собираем В4, В5, черные ответили, куда они отбивались? Белые перешки назад, Бан Б8. Почему, Бан Б8 вперед? Ну, тогда были две пешки, Бан Б8, испугались. Бан Б8, последовало не пять, белые напали на пешку на коня С6, а Ф6 С7. Почему? … Шах и теряется ладьёв. А это моя нога? Нет, бутылай теряется всё равно, никуда не везет. А они же ходят только пешки. Нет, сейчас под чёрных. А мы только с петелкой. И чёрных сыграли ферст-7. Сейчас под белка, напали на пешку. Ну хотя бы нельзя, и за шах и теряется ладьёв. А они за четыре. Как это было? Да и четыре, да. Белый за десяти лет. Вот пешка. Теперь полю нужно наступить. Он наступил на ДПС. Конь ДПС. Следующая пешка прогнала, я на цех четыре. Да, коня сибири опять куда вступать? На Б6. А почему везёт на целях? А, стону пришли ещё на сону. Конь Б4. Конь Б6. Белый сыграли дальше, на двеной пешкой. ЦПС. Чёрных сыграли конь ДПС. Чёрных сыграли Б6. 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 Нет, Б6. 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 Если мы сидим пешкой, то нас едет нашу один просто, так сказать. Да, пешкой быть нельзя. Мы должны отойти куда-то. Да, ну вот, значит, можно отойти. Тогда что? Да еще не конец. Когда слон сходит? А, нет, все сходят на четыре. А что вы добиваете? Просто разбил ферзень и все, никаких дешеврений нет. Тогда мы сходим на... Вчера мы играем на поле? А вы тоже не конец. В понедельном шесть? Да. В нашей течение нашей памятной гири. 8-9. 4-2-9. И мы сходим на 8-9. А мы сейчас взлетим на 8-9. Семьдец? Выходят с ними въезти. И бедная ты просто. Выходят с ними въезти. И бедная пешка их. И что выясняешься? Причина на парахуешься везти. И у первого шаги да, как хорошо. Нет, по-первых, отношения не будут поединиться, потому что сходы стоят на инфаренции. Кроме того, если сразу грязить и превратиться с ферзя, и превратиться с ферзя как бы в коня. То есть двумя способами стать ферзеном. Но в любом случае стать ферзеном. Вот, но это еще не все, потому что это не самый лучший вариант для ферзенка. Они еще погреют, чуть лучше собстрелятся, правда, спасти все равно. Вот они могут здесь же поединить еще куда-то. Это действительно страшный случай. Это единственная парта зашли всего решения, которую белые выделили, не сделать ни одного ферзенка. Вот, скажем, самый дурачный ферзен такой, наверное. О, ну правильно. Как будто бы этот ферзен был возможен. Почему он сдал черный ферзен? Не сделал фотофору, потому что они видели, что уже... Если так покоим, то уже понятно, что мы разобрались в тот случай. Да, а почему они не пошли конкретно? А это просто то, что вдруг уже у белых разных фигурок? Нет, а здесь именно конкретная игра. Именно понятно, что есть. А вот, что здесь конкретно выигрыш. То, что будет пешка где-то 7. Пешка где-то 7 тоже без смысловно за полю выиграть и все. Там ладья вот на петлю. Тоже там и битвовину осень. Ладья говорит, осень. И что делать? Не спаси. Приходится печь. Пешка берет, он здесь и черный находится. Шаг на 5. И как будто бы они выигрывают партию. Ну, не выигрывают партию, но, по крайней мере, спасаются. Вот, как будто бы есть такой ход, шаг. Пешка теряется. И что-то черный спасается, они берут пешку. И все получаются равный материал. По 4 фигуры и по 6 пешек. Тогда я беру разную пешку и все. Ну, черный видишь, что нет. Конец и 3. Ну, а тут они уже выделили. Поэтому-то они не знают. Теперь конец и 3. Что теперь делать? Если ферзь берет конец и 3. Если ферзь берет конец и 3. С шагом, да? То она сделает против 100 до 2. И лишит вашу ферзь. И пешка остановится от ферзю. Да еще конец будет. Забирает по дороге. Потом еще слон теряется и так далее. То есть здесь никуда нет. И потом еще пораем. А если другим упором? Упорем. Вот, вот. Поэтому. Бить. Значит, бить конем плохо. Ферзем плохо. А если они берут конем? Ну, смотри. Они упадают на ферзя. Тогда белые ставят ферзя. Черные берут ферзя. И играют плюс 100 до 2. Вот. Вот. Когда мы все так глянем. И что получается? А почему? А почему? Ферзь на... Мальсков. Я не знаю. 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 Это не слушай фигурь. И что это слово. Если надо играть, то надо возвращаться. Да. Потом было сходить на c8. Потом закрылись. По любому. Потом под сердем съесть ферзя и... Ну да, просто лишней фигуры. Ну для мастеров, конечно, это очень много, поэтому они всегда без фигуры не играют, это ничего не зависит, но они, конечно, после входа по 6, они их все увидели. Там, на самом деле, вот, если фигурку придет с диагонали на 5, то все, нормально. После входа по 6, все помогло. После входа по 6, они их все увидели и по этому сдались. Но вот позиция смешная, что черный сдались, белые не сделали ни одного фигуры, только, конечно, черный сдались. Мы выходим на письмо, потому что здесь уже теряет фигуру. Что-то, 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 что-то интересное. Да, у них были из-за действий, у них и эш, и корни. Цинфровая и средняя фигура, а тут 4, кажется, слабые фигуры, но это как-то расположены. Да, вверх, на какой-то все стоят перед сотнями местами, вообще даже с верстами не сдвинулись. Еще на 44 фигуры не отдали, да, но потеря миштя оказалась против белых. Поменялся и все, решил, все делал. Париж, например, он просто очень скучной. Такого, сколько я орициально прочитал, там я смотрю, я никогда такого не видел, чтобы одним местным бюджетом выбрали, не сделать ни одного фигуры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok